шалом написано в книге куэлит и возненавидел я весь труд свой над которыми я трудился под солнцем ибо оставляю я его человеку который будет после меня когда ты читаешь эти строки ты не понимаешь как можно возненавидеть все что я делал до этого и почему это принадлежит именно соломону самому мудрому вдохновенному радостному человеку именно потому что он был мудрым он увидел проблему человечества люди у которых есть продолжатели их дети их сослуживцы их ученики и в течение всей жизни эти люди внедряют идеи как продвигаться как обогащаться слово под солнцем намекает про те деяния которые делаются для земных у тех для обогащения для наслаждения но самое важное не забыли им сказать что вся цель вот этих деяний которые творятся под солнцем ради того кто над солнцем то есть материальность должна быть ради духовности и тогда в совокупности это даст прекрасную вещь тогда человек который прожил жизнь он не будет жалеть что он прожил ее зря он вспомнит своих детей которых одарил вот этим понятием сочетания материальности и духовности и ни в коем случае не разделение этих вещей есть люди которые говорят ну материальность сюда духовность сюда но бог он не только в синагоге он и в нашем сильном кипучем мире искушения и неправды всевышний находится здесь тоже его надо найти вот этот момент когда мы можем подарить это великий дар когда ты даришь людям понятие что в материальности есть много духовности дай бог чтобы радость от нашего труда всегда сопровождала нашу жизнь шалом шалом